МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа «Кто там?» и я, Вадим Верник. Сегодняшние наши герои свои первые шаги в профессии делают уверенно и напористо, хотя состоялись они, каждый в своем деле, во многом наперекор обстоятельствам. Денис Родькин был приглашен в Большой театр после окончания училища в театре танца «Гжель», и это уникальный случай для Большого. Анна Старшинбаум стала востребованной киноактрисой, так и не получив диплом об актерском образовании. А Александр Бобров из театра на Малой Бронной кардинально изменил свою судьбу, когда уже стал специалистом в области международных отношений. В Большом театре грандиозное событие. Знаменитый французский хореограф Пьер Лакот возобновил на исторической сцене Большого свой балет «Дочь фараона». Премьера состояла здесь в 2000 году. Потом спектакль показывали в Кремлевском дворце съезда. И вот теперь, после реконструкции театра, «Дочь фараона» вернулась на сцену Большого. Главную мужскую партию в сегодняшнем спектакле исполняет Денис Родькин, с которым в театре связывают большие надежды. Субтитры создавал DimaTorzok Он идеальный принц, идеальный характерный артист. Он может танцевать очень многие разные балеты. Его диапазон достаточно широк. Ну и просто он очень приятный, милый, молодой человек. Мама у меня учитель французского языка в общепразовательной школе, но всю жизнь она мечтала стать балериной. И в какой-то мере она реализовала свою мечту во мне. А папа у меня работает на авиационном заводе. Что касается самолетов, это все можно узнать у него. Я никогда не мечтал стать артистом балета. Потому что какому мальчику может прийти в голову прийти к маме и сказать «Мама, я хочу быть артистом балета». Потому что меня это никак не увлекало. Пожалуй, мое самое любимое детское влечение – это был футбол. Мы с ребятами собирались во дворе и устраивали там сумасшедшие матчи. Но после того, как 15 лет я сломал ногу, я понял, что это не мое. И вот так сложилось то, что я поступил в хореографическое училище при театре «Танцы к Жель». Это тоже в Москве. Я просто первый год ходил туда через силу, потому что мне было очень тяжело. Потому что выворачивать ноги, сидеть постоянно на шпагатах. Педагог моей маме сразу сказал, что у мальчика нет никаких данных, из него ничего не получится. Но моя мама опять же стояла на своем, и она понимала, что все получится. И как-то так сложилось, что через несколько, скажем так, уже не дней, а лет мне это все понравилось. Сейчас, слушайте. Сейчас я просто чню. Как же мы делали-то? Сейчас. Я степом не занимался уже 12 лет, но мои ноги все еще что-то помнят. Я так понимаю, что это редкий случай, когда... Очень редкий случай. В паше театр принимают из ансамбля «Гжель». Да, это очень редкий случай. Или, может, вообще единственный? Ну, может быть, и единственный. Не знаю. Но как бы до меня такого... Из «Гжеля» никто туда не попадал. Произошло в сентябре 2009. Получилось так очень странно. В 2009 году, в сентябре месяце, в начале сезона, ко мне в класс пришло несколько молодых ребят. А какой-то мальчик вот ходил-ходил-ходил-ходил, и в один из дней просто я его спросил. Он прыгнул, у него большой прыжок. Я спросил, откуда ты? И он сказал, вот меня взяли в этом году. Я руководство спросил тогдашнее. Я говорю, а откуда, зачем? Что мне сказали? Что вот мы взяли из... Как бы есть школа при ансамбле «Гжель». Вот его взяли для мебели, чтобы он ходил с пикой. Ну, потому что его рослые мальчики нужны. Я говорю, ну, посмотрите, какой у него прыжок. Говорю, очень хороший. Мне говорят, что, Коль, базы никакой. Все равно ничего не получится. Даже не берись. И я потом с ним пообщался. Я узнал, что он учился как бы 8 лет. Естественно, это достаточно такое ненашенское образование, которое... База никакой вообще, правда. И я с ним стал что-то учить с первой позиции у станка. Ну, как бы, естественно, все экстерном. Быстро, 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 быстро. И уже в конце сезона он сначала в училищном концерте, как студент танцевал «Голубую птицу» из «Спящей красавицы». А потом уже и в спектакле «Большого театра» вышел в этой роли. Он семимильными шагами шел. Я тебя жду. Вот здесь, Лена Плеса, на арабесе, на арабесе, на арабесе, на арабесе. Да, Бран, я все за тебя сделаю. Да. Меня поразило в нем то, что он удивительно спокоен. И это спокойствие, это не безразличие. Это некоторая уверенность в себе, но она настолько глубокая, что помогает ему не теряться ни в каких ситуациях. Конечно, он только в начале пути. Конечно, это только эскизы, достаточно так, хорошие эскизы, но больших партий. Но вот это терпение и упорность, желание прорваться, вот это, наверное, очень хорошее, что в нем есть. Герои твои, ну и сейчас, и в будущем, это принцы, это влюбленность, это такая высокая материя. А тебе в жизни приходилось так всерьез влюбляться? Ну вот чтобы так всерьез, чтобы я потерял голову, такого, честно скажу, не было никогда. Может быть, это все еще впереди. И я думаю, что если я это испытаю на себе, вот эту сумасшедшую любовь, может быть, возможно, мне и какие-то роли, скажем, тот же принц Зигфрид мне будет сделать намного легче, потому что я это в жизни почувствовал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ